Приём-приём, на связи Шадиман, добро пожаловать в рубрику Криминальная Россия в Майнкрафте, либо же Выживание Бомжа в России. Это вторая серия, сегодня я попробую пробраться в третью городскую больницу города Мухосранска. Да, именно так, по-моему, он и называется, возможно, я ошибаюсь. В общем, в предыдущей серии мы с моим другом Вичком, местным бомжом, немного поссорились, но сегодня я попробую всё-таки проникнуть к нему в больницу, потому что мне кажется, то что он осознал свою ошибку, и мы должны, надеюсь, помириться. Ну а как его состояние здоровья, я без понятия надеюсь на ваши лайки. Каждый твой лайк поможет этому Витьку, и Витёк скоро поднимется на ноги, и мы с ним пойдём дальше бродить по этому городу, искать приключения и тому подобное. Ну а те, кто из вас ещё не подписан на канал, друзья, подписывайтесь прямо сейчас, чтобы никогда ничего не пропускать. Ну что ж, спионская миссия Бомжа начинается, вам я желаю приятного просмотра. А всё, что ли, приехали уже? Ну да, приехали. Вон, больница-то самая, чё там у тебя, третья городская же ты сказал, да? Ну, по-моему, да, чё-то там такое было название, я точно не помню. Так, ну чё, сколько с меня? Погоди-погоди, а ты на обратном пути ждать или нет? Мне просто нужно по делам пока что отойти. А, я не знаю, просто у меня денег не особо много. Ладно, ну а вместе договоримся потом. Короче, если чё, я тебя здесь жду. Всё. Как это, подойдёшь? Если меня не будет какое-то время, значит я ещё не пришёл, как бы, вот. Окей, я понял, спасибо большое. Так, деньги тогда, как вы сказали, потом там всё отдам. Ох, ладно. Потом, ну потом договорились, если чё, потом просто убежать смогу и всё. Главное то, что меня до сюда довезли. И всё, а как уж я буду назад там добираться, мне вообще без разницы. Всё равно ночевать как бы негде. Да, вот она та самая больница-то получается. Так, что это такое? Там уже охранники возле входа стоят. В специальном помещении там. Так, ну это точно-точно больница, потому что здесь даже машина скорой помощи стоит. Только вот как мне туда пробраться и где находится Витёк, я вообще без понятия на самом деле. Потому что у меня никакой информации, кроме как в каком именно здании он лежит, у меня вообще нет ничего. Так, ладно. Что ж, я, наверное, для начала попробую туда зайти. И, вернее, подойти к охраннику, спросить вообще, как туда войти и посещение. Разрешено ли вообще в этой больнице в данный момент или нет. Добрый день. Я спросить хотел. У меня друг тут в больницу приехал. Его привезли, может, слышали там, Витёк. Во, вообще авторитетный чувак на самом деле. Бомж, вот. Как я могу войти в больницу? Ну, короче, у вас пропуск есть какой-нибудь? Пропуск? Какой пропуск? Вот у меня семь дошек с собой есть и всё, какие пропуски? Если вы чё? Ну, тогда подойдите, попробуйте на регистратуру, я без понятия это. Вы вообще мыться пробовали или нет? Мыться? Ладно, спасибо, я вас понял. Короче, понятно всё. Так, ладно. Что-то у меня какое-то чувство, как будто бы меня в эту больницу просто-напросто не пустят. И придётся что-то где-то искать. Какие-то обходные пути, как туда зайти. Так, ладно, попробую посмотреть вообще, чё тут где-то, как может быть. Так, кому подойти-то? Так, тут чувак что-то в маске там стоит, я к нему не буду подходить. Так, кому можно-то? Так, вот это, по-моему, нормальный чувак. А, добрый день. Я спросить хотел. У вас поступал такой человек. Витёк зовут его. Вот. Его машина сбила. Вот. Должны были сюда привезти. И слышал то, что в третью городскую больницу. Так, Витёк, Виктор, да, получается. Ща посмотрю тут в базе данных. Так. Да, есть такой. Поступал он. Щас это. Ээээ... В реанимации лежит. Состояние здоровья у него средней тяжести. Он в себя пришёл. У него сотрясение мозга и перелом левой ноги. Короче, восстанавливаться он будет совсем немало времени. А вы ему кем приходитесь-то? Родственник, что ли? Ммм... Не-не-не, я друг его. Друг его единственный, да. А, друг? Ну, тогда уж извините. Пустить не можем. Только родственников умеем право пускать. А как так-то? В смысле? Я ему почти как родственник. Он единственный, кто мой знакомый. Я для него тоже единственный человек, который он в принципе-то знает. Может как-то это договориться можно? Вот у меня 50 рублей тут есть. Дошик есть. Ещё чего надо? Вон всем коллективом. Дошик. Нормальный говяжик. Поедите. Вот знаете, какой офигительный. За Дошик, конечно, спасибо. Но нет. Правила есть правила. Мы от них отступаться точно не будем. Так что, либо попозже приходите, когда его в другую палату переведут. Либо, либо я всё сказал. Всё, до свидания. Угу, понятно. Ладно. Я понял, я понял. Не хотите меня впускать? Тогда я как-нибудь сам попробую туда пробраться. Так. Отсюда точно не получится пройти, потому что три этих врача стоят. Так. Мне нужно просто отвлечь внимание. Сейчас я вот так вот на диван сяду. Я не буду думать, потому что я просто отдыхаю. Я просто здесь отдыхаю. Так. Всё. Теперь точно буду думать, что я здесь действительно просто отдыхаю. На самом деле, мне нужно посмотреть. Да тут ничего не видно. Я думал, что тут либо лестницы будут, либо таблички на стенах висеть, либо что-то ещё интересное. Но тут, на самом деле, просто пустые коридоры. Я, честно говоря, никого даже здесь не наблюдаю. Так что мне нужны какие-то другие способы, как пробраться в комнату, где может, в принципе, этот Витёк, мой друг, находиться. Так. Ладно. Всё. Ещё раз спасибо большое. До свидания. Да-да. До свидания. Так. Короче. Единственная вещь, которая меня здесь пугает, это то, что по периметру здания, да и вообще, в принципе, везде здесь могут... О. Так. Он ушёл, что ли? Нет. Ещё там стоит. Здесь могут везде находиться камеры видеонаблюдения. И вот если меня спалят, то я думаю, то, что будет не очень-то хорошо, можно и в полицию попасть. Но, ладно, я сейчас сделаю вид, как будто бы я просто-напросто ухожу, а потом вот здесь вот за дерево сверну и все будут думать, то, что я просто куда-то пошёл прогуляться. Но мой план заключается... Да что ж такое-то? Мой план заключается в том, чтобы сейчас в какое-то окно заглянуть и понять вообще, в каком блоке и в каком корпусе находится мой друган. Он по-любому где-то здесь, по-моему, должен находиться. Я сто процентов уверен, что он где-то здесь рядом. А потом нужно будет вообще понять, как я тут без него буду что-либо делать. Так, тут тоже никого нет. Я понял, кстати, можно в центр туда пройти и на центре посмотреть, что у них тут вообще имеется. Так, ну-ка, что это у них тут такое? Так, а здесь получается просто... Что это такое, бассейн, что ли, здесь? Ага. Нет. Просто непонятная площадка какая-то. Непонятная. Что они, интересно, все это делают вообще? Вот это, конечно, вопрос тоже интересный. Так, нет. Так, заходить в больницу у меня тоже без вариантов. Круто, у меня есть идея такая. Возможно, у меня получится залезть как-то по лестнице на крышу, а на крышу уже запрыгнуть в какую-нибудь форточку. Потому что в форточку можно, по-моему, беспалево залезть. Вот если бы тут деревьев не было, то это было бы достаточно проблематично. Но мне кажется, что у меня должно это получиться просто 200%. Так что мне сейчас нужно действительно найти лестницу. И уже по этой лестнице попробовать как-то себя в этом... В этом варианте событий посмотреть. Так, короче. Тут лестницы нет, там лестницы тоже нигде не было. Так, возможно, она то, что... Да, вот она. Вот она, вот она. Здание не может быть просто так без лестницы. Все. Отлично. Отлично. Но теперь мне нужно как-то только форточку какую-нибудь найти. Вот это, на самом деле, уже другой вопрос. Как я ее буду вообще, в принципе, здесь искать. Потому что это, по-моему, достаточно так... Непонятно. То, что какой-то бомж бегает по крыше... Кстати, мне могут это местные жители-то заметить вот из своих многоэтажек. То, что... Кто это там такой? А, это этот... Фонари там висят. Скажут, что это за бомжар там по медицинскому центру бегает? Но, на самом деле, я бы тоже удивился, если бы какой-то чувак, такой как я, бегал бы по больнице зачем-то. Вот это было бы действительно странно. О, вот. Во-во-во-во. Например, вот здесь есть подоконник. Я сейчас спрыгиваю сначала вот на это окно, потом вот сюда и пригибаюсь. О, Витек! Чё, нифига? Это чё, единственное окно у него открыто? Он единственный пациент, что ли, в больнице? Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Только никого нет там. Витек! Витек! Слышь меня! О? Шиди, ты что ли? Да, Витек, это я. Ты как себя чувствуешь? О, как я рад тебя видеть. Слушай, извини меня то, что я тогда наговорил. Это, походу, у меня с голоду было. Ладно. Да ладно, 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 ничего страшного. Слушай, мне сказали то, что у тебя сотрясение мозга и перелом ноги. Ты как себя чувствуешь? Да фигово, фигово чувствую. Как себя можно сотрясение мозга чувствовать и это? С переломом ноги. Конечно, фигово чувствую. Вот, мне ещё даже еды не принесли. Я вот буквально недавно совсем очнулся. Говорят, что меня на дороге нашли. Меня тачка сбила якобы, прикинь. Да-да, всё так и было, короче, машина проехала, я поворачиваюсь, а ты уже там валяешься, там лужа крови вокруг тебя. А машина просто уехала. Кто это мог сделать-то вообще? Не знаю. Такое чувство, как будто они специально это сделали. Хотя, зачем им сбивать какого-то там человека, который они даже не знают? Я не без понятия, короче. Ну чё, ты как сам-то? Да ничего, порядок. Вот 150 рубасов осталось. Думаю, надо вот куда-то сейчас пойти, не знаю. Какую-то контору, что ли, попробовать где-то, чтобы заработать немного. Потому что нам с тобой нужно сейчас строить это всё, восстанавливаться и тому подобное. Ты, кстати, это, Дошик будешь? Дошик? Ещё спрашивай, что ли. Слушай, заки мне его, это, вот сюда, под подушку, за подушкой или в уголок куда-нибудь. Так, сейчас, слушай, ой, погоди, не-не-не, не туда, это палитно так будет. Сейчас, погоди, я тебе Дошик закину. Ой, смотри, я тебе за капельницей вот так вот три пачки скинул. Тебе, если что, мне кажется, этого количества хватит пока что. Ага, спасибо, спасибо. Ладно, Шеди, слушай, а, кстати, в коридоре я видел, когда меня везли, там, это, конфетки лежат. Если хочешь, возьми, короче. Ну ты всё, иди, иди, скоро доктор уже придёт. Да если чё, не волнуйся, я как выпишусь, сам тебя найду, понял? Да, понял, Витёк. Ну всё, давай, самое главное то, что ты жив, здоров, и я в этом убедился. Ага, всё, давай, назад через форточку тоже. Понял, ну я ещё зайду сейчас. Так, всё, я понял, так, дверь закрою на всякий случай. Так, доктор где-то здесь, по-моему, ходит, и он сказал, вот они, вот они эти конфетки. Сейчас попробую конфетки немного стыбзить. Ну, как стыбзить? По-моему, везде всяких конторах, в боль... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, в больницах эти конфетки, они всегда бесплатные были. Так, доктор, прям, чего он встал-то, вон, за кустом стоит. Ой-ёй-ёй, ты куда пошёл? Слышь, он что, меня спалил, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, захожу назад. Ты чё, вернулся-то? Да меня спалили, походу, слышишь, там доктор ходит. А, ну я же тебе говорил, давай аккуратней. Так, сейчас дубль два у меня будет. Так, он отошёл там, нет вообще? Так, да, по-моему, отошёл, отошёл, отошёл! Тихо, под стол. Я вот так под столом тут спрячусь, чтобы меня док не спалил. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, доктор. Конечно, тут я нормально, блин, спрятался, стол-то стеклянный. Он чё, меня не заметит реально, что ли? Так, вот так, всё, за кресло, за кресло, вот так вот лёг. Так, до конфеток не могу дотянуться. Сейчас он отойдёт отсюда, и я думаю, что у меня без проблем получится это уже сделать тогда. Так, да что ж ты делал-то только будешь? Давай, уходи уже наконец-таки отсюда. Так, встал здесь. Назад пошёл, назад пошёл. Так, это время, это время брать конфетки. Я взял конфетки, всё, я валю отсюда. Ой, сигнализация, сигнализация сработала, капец. Чё это такое, чё такое там? Я не знаю, я не знаю, Витёк, всё, увидимся, увидимся. Самое главное то, что ты жив, здоров. Походу сигнализация на конфетнице была. Всё, пока. Давай, давай, увидимся, пока. Всё, я валю отсюда, я отсюда валю. Чувствую себя как будто бы каким-то спец... 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 как там, спецгероем? Спецагентом каким-то, который просто Пробрался в больницу для того, чтобы конфетки Оттуда стыд здесь, вот, так, всё, ладно С Витьком всё в порядке, он сказал то, что Сам меня потом найдёт, если он найдёт, если он так сказал Значит так оно 100% и будет Потому что Витёк ещё тот Мужик на самом деле, так, таксист Так, таксист, 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 по-моему уже практически Да, таксист на месте уже, так что давай, таксист Заводи тачку, валим отсюда Субтитры сделал DimaTorzok